Дорогие друзья, предлагаю вам свою авторскую волшебную медитацию на очищение энергии, а также омоложение и исцеление тела. Эта медитация поможет вам при регулярном прослушивании усилить ваши энергетические ресурсы, омолодит вашу кожу, успокоит, а также расслабит ваш ум и омолодит энергетически. Для этой медитации мы отправимся в волшебную страну леса. Поэтому найдите удобное место, удобное для тела положение. Расслабьтесь, прислушайтесь к своему телу, прикройте глаза, можете отключить телефон. И постарайтесь, чтобы вы были в комнате одни. Итак, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. И еще раз сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Сегодня мы отправимся, как я уже сказала, в волшебную страну леса, чтобы набраться сил, успокоить ум, омолодиться, очиститься от негативной энергии, привести в единство дух, душу и тело. Наша душа соткана из божественной вселенской энергии свечения и переливов всех-всех цветов радуги, а также свежести леса, рощи, полей, цветов, которые покрывают луга, поля, берега рек и даже вершины гор. Душа имеет внутренний язык общения с благодатью природы. Душа сплетена из миллионов нежных эфирных перламутровых нитей, которые очень чутки, подвижны, радужны, светящиеся в этих нитях на изначальном развитии творческого начала вселенского знания, расположены божественные мембраны и струны наития и знания, чуткости и понимания, мудрости и всепринятия мира. Через ласковый шелест листвы, скрип старой сосны, где-то одиноко стоящий на бугре и лечащий леса, через пение птиц, через волны морей и океанов, а также водоемов, где река сама пробивает себе путь, через луга, овраги, ущелья, стекая с высоких гор и скал, на которых лежит белый искристый снег и тает под теплыми лучами солнце. Сниспадая песней божественного звука хрусталя, заставляя нашу душу поговорить и спеть вместе с ним изначально вечную песню Творца и божественного начала. Расслабься, почувствуй наполнение в своем теле, почувствуй углубиться внутрь своим внутренним зрением в область солнечного сплетения, которое находится в области желудка. Попробуй сосредоточиться на этой точке. Прочувствуй в этой точке волшебное тепло. Это и есть место, где обитает твоя душа. Божественный замысел и творение мира просыпаются нотками чуткости. И внимание этому миру, в котором ты живешь здесь и сейчас. Эти нотки музыки волшебных божественных сфер рождаются в движении Вселенной, сливаясь со звездами и звездной пылью медленного танца по спирали, рождая сияния и переливы цветов, которые ты видишь через призму своих глаз, а также своим внутренним зрением, когда глаза закрыты. Эти переливы сияют фиолетовым оттенком. И с этим сиянием фиолетового оттенка красок ты встретишь у сирени. в ее нежной правильной форме лепестков или в цветах колокольчика, которые появляются в лесах и разговаривают с Богом, когда их короны затрагивает своей рукой луговой луговой ветер. И даже есть такая легенда, что волшебный цветок колокольчика имеет корону нежного фиолетового оттенка, скорее даже цвета небесного где-то в далеких Альпах лета. Причем легенда гласит, что одна пчелка совсем маленькая, которая не опознала еще мир, окружающий улей, хотела также вылететь, чтобы собирать волшебный нектар цветов. И она отправилась в путь, не запомним свой домик. Пчелка улетела далеко от домика, утопая величие красок и звуков леса, разновидности трав с благоухающим, божественным, теплым нектаром пыльцей, стрекотания кузнечиков, поющих на своих загадочных скрипках, аромата шалфея, который божественно, сладко, изысканным запахом успокаивал, исцелял и омолажал, а также нежной душицы с дымкой прозрачного пахнущего эликсира над своими цветками омолаживал и давал покой и целомудрие души умиротворения и любви божественного начала, запах которого смешивался с густым, вязко-теплым, расслабляющим и надежным, а также достаточно сильным, с нотками огромного доверия к Творцу и его божественной любви и неги, что освещает нашу планету лучами из вечно мудрого солнца, зверобой. Пчелка улетела далеко от дома и не заметила, что наступили сумерки и укрыли поля и луга, леса и горы теплым, сотканного из дымки седого тумана с примесью зноя и запаха ароматного сена и полевых цветов и трав пепельно-синего с оттенками темного спокойствия океана одеяла. пчелка не знала дороги назад, но ее душа так же, как и твоя и моя знала и доверяла музыке и шепот творца вселенной. через всю волшебную природу. Увидев одинокий цвет колокольчик и услышав его приятную мелодию, которую издавали маленькие семена цветка с музыкой откровения к Богу. Пчелка решила переночевать в нем. Она проскочила внутрь нежного колокольчика и с нежной лаской полной любви и покоя лепестки колокольчика закрылись, убаюкивая спящую пчелку, качаясь от дуновения и ласкового ночного теплого ветерка. Утром, когда первые лучики пробивались через пелену последней вуали пепла тумана, лепестки колокольчика нежной мелодии любви Творца разбудили пчелку. И она вдруг уже знала, где ее дом. Просто знала и отправилась назад в свой домик. Вот такая сила маленького альпийского колокольчика, который формой своего цветка напоминает корону с фиолетовым свечением. и такая же корона находится у тебя в области центра макушки твоей головы, в которую Творец вливает постоянный серебристо-фиолетовый божественно божественно сильный поток изначальной вселенской любви и мудрости, который, проходя через твою голову, лицо, веки, кожу, шеи, нервные окончания, исходящие из шейных, грудных и поясничных позвонков, лечит, омолаживает твои нервные клетки, а также клетки всего тела на молекулярном метафизическом уровне под влиянием моего голоса божественный поток наполняет тебя фиолетов серебристым светом изнутри, а также изнаружи и обволакивает твое тело и наполняет тебя изнутри и начинает омолаживать и исцелять твое физическое тело, твое кожу лица, шеи, рук, ног, спины. и если была где-то боль в твоем теле, сейчас этой боли больше нет, боль ушла, и боли больше нет. Боль растворилась фиолетово-серебристым, божественной силой и любви творца свете боль исчезла, ушла, обновились клетки на подсознательном уровне, укрепились и оздоровились и оздоровились стволовые клетки, нейроны и аксоны твоей нервной системы, и боль ушла, боли больше нет, фиолетово-серебристый, мощный поток божественной изначальной любви, доверия творца теплым светом и сиянием фиолетово-серебристого светится и проникает в каждую клетку твоей кожи лица, век, щек, шеи, декольте, омолаживая и укрепляя ее. к кожи, каждая клетка твоего участка на лице век, щек, шеи, декольте, рук, Ног, спины и живота становятся молодой, наполняясь божественным сиянием. Становятся эластичны, здоровы, подтянуты. Морщинки разглаживаются. Каждая морщинка на твоем лице, на веках и около них, на щеках, на шеях, возле губ, на декольте. Разглаживается и кожа твоего лица молодеет, креплится. Становится упругой, подтягивается, омолаживается. Кожа становится изначально упругой, как наливное сочное яблоко. Кожа становится изначально божественно молодой, из тела уходит боль. Твоя душа знает. Уже это эфирное, божественное, фиолетово-серебристое свечение, исходящее от Творца. Твоя душа знает, слышит, просыпается. Твой дух наполняется божественной силой Творца. Твое тело исцеляется, омолаживается на уровне метафизических цепных реакций. Идет активный обмен веществ, омоложение и исцеление твоего тела. Напитай свое тело этой божественной, фиолетово-серебристой энергии. Угудай себя, погрузи себя в сиянье с ниспадающим потоком от Творца. Полежи еще немного и понежься в фиолетовом-серебристом сиянье великого Творения, Божественного проявления и поблагодаря силы Творца и силы Вселенной. Силы природы, силы своего рода. И, конечно же, поблагодари себя. Силы природы, силы своего рода. 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 Субтитры создавал DimaTorzok